На повестке дня 15-го заседания городских депутатов 16 вопросов, но перед началом работы в план обсуждения предлагают внести еще две темы. Одна из них – новая структура администрации Тамбова. Она не менялась с 2007 года. Временно исполняющий обязанности главы города Максим Косенков уверен – время пришло. Структура администрации вообще важна для того, чтобы орган власти и в целом город работал как заданный механизм, чтобы задачи, которые стоят сегодня перед властью, они выполнялись грамотно, организованно и, самое главное, давали результат. Большие изменения ждут жилищный комитет администрации города. Именно сюда поступает почти половина всех обращений горожан. Однако пока, отмечает Максим Косенков, подразделение не способно работать эффективно из-за большого объема обязанностей. Ожидается, что направление его работы разделят между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и Комитетом по благоустройству и охране окружающей среды. По словам Максима Косенкова, структура администрации города может измениться почти на 80%. Однако это никак не должно сказаться на штатной численности. Главная задача, как говорит руководитель Тамбова, это сделать так, чтобы работа органа была максимально эффективной. Еще одна инициатива, которую поддерживают депутаты – изменение порядка избрания главы города. С этим вопросом народные избранники намерены обратиться в областной парламент. Мы имеем право сами определить порядок избрания главы. То ли это будут прямые выборы, то ли это будут выборы из представительного органа, то ли, как сейчас, когда при городской думе работает комиссия, которая выбирает главу города. И для того, чтобы мы могли определить форму избрания, мы должны внести поправки в закон Тамбовской области по данному вопросу. Рассмотрели на заседании и вопрос изменения границ Тамбова и Донского сельсовета. Как отметили в ходе работы, это позволит решить сразу две проблемы – с обеспеченностью местами в детских садах и школах, а также с территориальной доступностью общеобразовательных учреждений. Инициативу депутаты поддержали. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.